Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях координатор городского центра социально-педагогической поддержки детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями Галина Осипова. Здравствуйте, Галина! Здравствуйте! Насколько я знаю, ваш центр был создан на базе Центра детского творчества «Приокский», который, в свою очередь, всегда достаточно неравнодушно относился к проблемам именно этой категории граждан. Как вообще так получилось, что именно этот центр обратил внимание на детей с ограниченными возможностями и начал с ним работу? Много лет назад, а точнее более 20 лет назад, один из педагогов Центра детского творчества «Приокский» в личном порядке столкнулся с такой проблемой. И как бы подал такую идею, что давайте попробуем заниматься такими детками. И она именно была первооткрывательным данным направлением. Именно с нее как бы это все и началось. И уже как бы опыт большой достаточно Центра детского творчества «Приокский» наверно поэтому в связи с этим. И он стал базой для городского центра социально-педагогической поддержки детей, подростков, молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Вот до создания этого центра, вашего городского центра, в центре «Приокский» чем с детьми занимались, в каких направлениях? Ну, до создания городского центра в основном было декоративно-прикладное творчество. Да, это и бисероплетение, вышивка, вышивка лентами. Ну, практически все направления декоративно-прикладного творчества. А почему вообще возникла такая потребность в создании вот именно городского центра и что в связи с этим изменилось? Ну, скажем так, проблем достаточно много, которые как бы мотивировали нас создать данный центр. Проблема непонятия родителей, куда можно обращаться с такими детьми, да, для дополнительного развития своих деток. Проблема и трудности образовательных учреждений в обучении, в воспитании таких детей. И также хотелось уже расширить направление деятельности детьми-инвалидами. И как бы главное, одно из главных направлений городского центра нашего – это коордиционная функция, то есть помощь и оказание помощи школам, образовательным учреждениям в содействии по направлению работы с детьми-инвалидами. Ну, а какую работу? Ну, если говорить именно о деятельности городского центра, что он на себя включает, то это проведение городских мероприятий. У нас сейчас два открытых городских мероприятий. Это выставка декоративно-прикладного творчества, которая как бы начала свое начало при Центре детского творчества «Приоковский». И открытый городской фестиваль художественного творчества «Детей с ограниченной возможностью здоровья». Также входит работа с детьми по образовательным программам. Также сохранилось это декоративно-прикладное творчество. Да, каждый педагог у нас работает по образовательной программе. Это такие программы, как «Мастерская радости», «Рукодельница». Также не так давно мы начали направление по подготовке деток дошкольного возраста к школе. Это образовательная программа «Развивайка». У нас сейчас дети занимаются и по классу вокала, и организацией досуговых мероприятий. Таких тематических, как 23 февраля, День защиты детей – это обязательное мероприятие. День матери – это мероприятие, которое из года в год у нас постоянно проходит. Совсем недавно, 21 марта, состоялся уже второй по счету открытый городской фестиваль художественного творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Музыка, движение, слово». На нем воочию можно было увидеть результаты работы, которые ежедневно проводит городской центр социально-педагогической поддержки. Ведь именно благодаря труду педагогов этого центра и тем возможностям, которые он предоставляет, каждая из участников этого фестиваля может развивать свои таланты. А их у этих ребят, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, немало. Фестиваль проходил по четырем номинациям – музыкально-исполнительское искусство, художественное чтение, танцевальное и вокальное искусство. Участие в нем приняли 164 ребенка, каждый из которых доказал, что, несмотря ни на что, его творческие возможности безграничны. Насколько я знаю, до создания городского центра в Центре детского творчества при Окске могли заниматься только дети. Сейчас эта ситуация изменилась. Да, она изменилась, но в каком плане? Как бы по закону об образовании, который новый вышел, мы можем заниматься образовательной деятельностью с детьми до 18 лет. Но мы, создав городской центр, дали возможность детям от 18 до 30 лет участвовать в досуговой деятельности. То есть у нас есть клубы по месту жительства, где организовываются досуговые занятия с детьми по интересам. То есть пришли дети, захотели они просто пообщаться, да, они сидят, общаются, с ними работает педагог, который помогает, да, им. Либо они пришли, вот нравится им вышивать, они не знают, куда пойти, где бы спросить совет. Они, опять же, приходят в клуб, и педагог им помогает. То есть, вот как бы задействовать досуг людей с ограниченной возможностью здоровья до 30 лет, городской центр нам помог. Сколько у вас сейчас человек в вашем центре? Скажем так, те, которые занимаются у нас по образовательным программам, это 41 человек. А те, которые мы вообще задействуем и в свои мероприятия, и в досуговую деятельность, это свыше 500 человек. Я понимаю, наверное, вот с такими людьми, детьми работать, общаться, очень много внутренних, душевных сил на это уходит. Почему вы для себя выбрали именно такую работу? Знаете, это, скажем так, накопилось, наверное, за годами. Потому что, как бы, у меня мама сама, инвалид с 30 лет, и росла, и мне мама воспитывала в понимании доброты. Она меня всегда учила того, что делать добро и бросать его в воду. И когда получилось так, то, что я впервые пообщалась с такими детьми, нам кажется то, что их надо жалеть. Их не надо жалеть. Им надо просто помочь. Помочь чем? Сказать, что ты можешь, и у тебя получится. И когда ты эти слова говоришь, и ребенок делает, у него получается, это получаешь моральное удовольствие, ну, несравнимое ни с чем. И поэтому с каждым разом общение с такими детьми хочется делать и делать, идти вперед и вперед. А самое главное, что эти родители этих детей видят, что это все не зря, и начинают вместе с детьми идти дальше. У вас в Центре развито, может быть, какое-то волонтерское движение? Может быть, вот нас сегодня кто-то посмотрит и захочет тоже каким-то образом поучаствовать в жизни этих людей? Волонтерское движение именно в Центре творчества у нас, допустим, как волонтерского отряда у нас нет. Не существует, но мы всегда сторонники привлечения волонтеров. То есть никогда те люди там или школьники, да, близлежащие школы или просто из города. Вот штаб молодежного актива при главе администрации города. Ребята часто участвуют в наших мероприятиях, помогают нам. И мы не отказываемся ни от какой помощи. И если, допустим, даже многие ребята столкнулось, вот просто я на своей практике, я так хочу, но не умею. Приходите, научим. Это не так страшно. Любому можно научиться, было бы желание. И поэтому кто хочет, только рады. И детям рады мы очень, и педагогам, кто есть, у кого желание именно работать с такими детьми, мы рады видеть в наших стенах, в нашем коллективе. С момента создания вашего центра, насколько активно вообще люди к вам обращаются, и приходят именно новые люди, а не те, кто как бы перешел к вам из центра детского творчества в Тривовске? Хочу сказать, обращаться стали гораздо больше родителей, у которых детки с ограниченной возможностью здоровья. И, скажу, столкнулась с такой ситуацией, что люди удивляются, во-первых, тому, что у нас занятия абсолютно бесплатные для детей. Есть родители, которые о нас узнают, начинают, приходят ко мне, общаются со мной, плачут. То, что, слава богу, они нашли хотя бы какую-то поддержку, помощь в воспитании данных детей. Проблема в том, что, к сожалению, у нас не очень хорошо развита именно система, может быть, поддержки данных семей. Потому что мамы, именно когда воспитывают такого ребенка, рано или поздно, это очень тяжело на моральном уровне сталкивается, приходят в тупиковую ситуацию, не знают, как поступить. А когда они находят людей, которые заинтересованы в том, чтобы помочь этому ребенку, она чувствует поддержку, и у нее, можно сказать, очередное дыхание открывается. И она видит то, что, да, не зря, не зря она бьется за будущее своего ребенка. Галина, большое вам спасибо, что вы сегодня нашли время и пришли в нашу студию. Мы желаем вам терпения и удачи в вашем большом добром деле. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в новых выпусках. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok